Если вы внезапно попали в потоме, радуйтесь, вы в хорошем месте. Город небольшой на берегу Черного моря. Здесь большую часть года тепло, а местное население очень гостеприимные и радушные люди. Многие вещи здесь устроены не так, как у вас дома, и это может поначалу раздражать. Но вздохните глубже, внимательно присмотритесь и сделайте правильные выводы. А я коротко расскажу, как сориентироваться в городе. Первый вопрос у человека, внезапно оказавшегося в Батуми, звучит как «Где мне жить и сколько это стоит?». Квартиры, апартаменты и дома вы найдете на крупнейшем портале в Грузии myhome.g. Я часто упоминаю его в своих видео. Там будут предложения от маклеров и от собственников. Маклеры, как правило, берут 50% стоимости от аренды, от месячной, и склоняют вас к годовому контракту с хозяином. Именно за счет этого они там и зарабатывают свою вторую половину комиссии. Вам важно знать, что это необязательно. Люди в Батуми живут простые, и, скорее всего, вам удастся объяснить, что вы оказались в городе внезапно и еще не совсем понимаете, как и сколько здесь пробудете. Возможно, придется посмотреть несколько вариантов, но факт, что решение проблемы найдется гораздо быстрее, чем кажется изначально. Недорогое жилье находится дальше от моря за улицей Чавчавадзе. Еще более дешевые варианты расположены в Махинжауре и Кабулете. Махинжауре – это пригород Батуми, а Кабулете – курортный город в 20 километрах. В Несезон в Кабулете живет около 15-20 тысяч человек, и инфраструктура, конечно, гораздо менее развита, чем в Батуми. Самое дорогое жилье находится в апарт-комплексах в центре Батуми, ближе к морю. Ну, это логично. Водоснабжение в Батуми недорогое. В месяц тратится от 10 до 20 лари. Такие приходят счета. За свет счета стали приходить повыше с нового года, то есть до нового года они были, конечно, стоимость киловатта была ниже. Сейчас вот при работающем газовом котле за месяц можно получить счет на сумму где-то 30-60 лари. Я намеренно не говорю о стоимости киловатта, потому что, ну, как правило, мы рассчитываем свои расходы именно исходя из того, какие счета нам приходят. Вот. 30-60 лари – это счет за свет на однокомнатную квартиру в среднем. То есть порядок цен такой. Выбирая жилье, важно понимать два момента. Неизвестные большинство людей, которые не жили в Батуми раньше. Первый момент – это отопление при помощи кондиционера. Это плохо с точки зрения эффективности и дорого с точки зрения расходов на электричество. То есть это холодно и дорого. Второй важный момент – отопление при помощи газового приспособления, которое называется карма. И, скорее всего, если вы не жили в Батуми до этого, вы про него не слышали. Стоит обслуживание кармы, вот этой газовой, оно примерно, расход газа там в два раза выше, чем при отоплении при помощи газового котла. Следовательно, и счета за карму приходят примерно в два раза выше. И третий важный момент – перед выбором места проживания внимательно осмотрите все углы. Влажность в Батуми значительно отличается от влажности в других городах на планете Земля. Во многих квартирах это приводит к плесени. Дышать взвесью из плесени и пыли – это очень опасно для здоровья. Плесень бывает черного и зеленого цвета, а расти она начинает с углов помещения. Если вы сразу задумались о покупке квартиры, то у вас два пути – купить квартиру без ремонта у застройщика или инвестора. И второй вариант – это купить квартиру с ремонтом. В Батуми очень много квартир с ремонтом, которые кажутся более дешевыми, чем предложения от застройщиков плюс ремонт под ключ. Чтобы понять, в чем тут магия и как так бывает, можно посмотреть около 50 видео про первичную и вторичную недвижимость у меня на канале. Ознакомившись с этой информацией, вы, скорее всего, измените свое первоначальное решение, в какую сторону – зависит не от меня. Я только сообщаю факты. Также на канале вы найдете подробную информацию, что проверять у застройщика при покупке и как не надо покупать квартиру в Батуми. Будем считать, что с жильем разобрались. Где покупать еду? В Батуми три крупных сетевых гипермаркета и два рынка. Гипермаркеты – это Агрохаб на улице Ивана Джавахишвили, 64. Три магазина сети «Карфур». Самый большой находится в торговом центре «Плексимол» на улице «Дбелабусеридзе, 20». А второй по размеру «Карфур» находится по адресу Фридона Халваши, 20. Это начало района Халвачаури. Третий в торговом центре «Метро сети» в Новом Батуми по адресу улицы Леха и Марии Кочинских, 1. Третья по размеру торговая сеть называется «Гудвилл» продуктовая. У них магазин в Батуми Моле по адресу «Зураба Гаргеладзе, 88». Чтобы найти их и более мелкие магазины, о которых я не упомянул, можно воспользоваться гугл-картами. Также подойдут карты Яндекса, не знаю почему, кстати, но на них отображается гораздо больше улиц и адресов, чем в гугле. Цены на еду в заведениях Батуми сравнительно невысокие. Важно знать, что к любому счету по умолчанию добавляется сумма в 10% на обслуживание. В некоторых заведениях к счету могут добавить 15%, но это скорее редкости. Данная сумма чаще всего идет в доход заведения. Если есть желание поблагодарить официанта за хорошую работу, это можно сделать отдельно, оставив мелочь на чай. Получаются как бы двойные чаевые. Феномен, но так это в действительности работает. Из ресторанов грузинской кухни в Батуми стоит отметить Аджаро Палас, я часто про него упоминаю ресторан Шатили и, например, ну скажем, Ордогани. Это далеко не все заведения, конечно, в Батуми, где вкусно кормят. Более подробно можно ознакомиться также на гугл-картах. Как правило, оценки каждого из ресторанов примерно соответствуют качеству и уровню сервиса в них. С едой будем считать, что тоже разобрались. Раздел «Транспорт» я бы разделил на две части. Перемещение себя любимого и перемещение к себе любимому, то есть работа служб доставки. Начнем с первого. В Батуми работают несколько служб такси, я упоминал об этом в предыдущих видео. Это Болт, он дороже всех, но машины, конечно, есть не всегда. Яндекс.Такси, что-то среднее по цене поездки и скорости подачи. Такси Максим, один из древнейших агрегаторов-перевозчиков, действующих в Батуми. Он самый недорогой. Еще есть таксисты возле каждого торгового центра, естественно, у них цены повыше. Чтобы пользоваться вот этими сервисами, нужно просто скачать приложение в App Store и Google Play. Там можно привязать карту, либо рассчитываться наличными. Это удобно и гораздо дешевле, чем брать такси с улицы и того самого торгового центра. Проезжает водитель обычно не больше, чем за 5 минут. Есть возможность составить отзыв и стоимость поездки легко оплатить. Карточка это прям хорошо. Не все карты сейчас, конечно, работают, но тем не менее. Цена, как я уже сказал, отличается в несколько раз. Вообще, приложение такси я рекомендую скачать сразу же, как спустились с трапа самолету, или вышли из поезда, или парома, или откуда вы там вышли в городе Батуми. Средняя цена поездки по Батуми на сегодняшний день по приложениям составляет 1 доллар. Вторая часть раздела, касающегося транспорта, это службы доставки. В Батуми работают две самых популярных службы доставки. Вольт и Глово. Ссылки на них есть под видео, они реферальные, это значит, что вы получите по ним скидку, а я какой-то бонус. Курьеры этих компаний привозят продукты из гипермаркета и еду из ресторанов прямо домой. Можно купить месячный тариф на доставку, он стоит всего 30 лари, то есть около 10 долларов, и получать вообще все продукты на дом. Очень удобно, если никогда таким не вользовались, стоит обязательно попробовать. Из минусов, при комплектации набора продуктов из гипермаркета около 20% товаров будут недоставлены, а деньги вернутся обратно на карту. Как правило, это происходит из-за того, что система управления товарными остатками в данный момент она несовершенна в гипермаркетах. Бывает неудобно, но с каждым днем этот процент недоставленных товаров значительно уменьшается, и это хорошо. Добавлю, пожалуй, еще и третий, наверное, раздел относительно транспорта городского и междугороднего, а также вот скажу про маршрутные такси. Поездки на них стоят в десятки раз дешевле, чем на такси, но с учетом того, что такси стоят один доллар, как бы, не знаю, имеет ли им смысл, но вот по самому Батуми можно еще проехать в том числе на очень комфортных электробусах. В случае, если цель попасть в Тбилиси, то лучший вариант из Батуми – это электропоезд, Батуми-Тбилиси. Билет стоит около 10 долларов, и это один из самых быстрых и комфортных способов проехать несколько сотен километров в кресле со столиком и с бесплатным доступом к сети интернет. На что жить? Самый сложный и непонятный вопрос. Где взять средства к существованию? Предполагается, что человек, который внезапно оказался в Батуми, не смог тщательно продумать этот момент. Это плохо и так делать не стоит. Город вам, скорее всего, не понравится. Но ситуации бывают разные, поэтому все все понимают. Начать лучше с самого простого. Если вы мужчина, то в Батуми есть бесконечное количество строек. Стоит потратить несколько дней, и на одной из этих строек однозначно найдется работа. Для женщины простая и понятная работа с оплатой сразу и быстро – это уборка квартир и апартаментов. Скорее всего, если вы приехали из другой страны, вы будете конкурентоспособны на местном рынке. И это поможет сервису улучшаться. То есть те, кто сейчас здесь работают, они будут смотреть на вас и улучшать свое качество услуг. Другие варианты быстрого трудоустройства можно дополнить в комментариях. Я не буду занимать время в видео, так как это сделает его затянутым. А также на канале есть видео «На что жить на море». Там вопрос средств к существованию раскрыт более подробно. Если проблемы с законом вас не интересуют, а я надеюсь, что они вас не интересуют, то перед трудоустройством стоит зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Опять же, подробное видео об этом есть на канале. По простейшей системе налогообложения налог в Грузии для предпринимателей составляет 1% от суммы оборота. Это позволит работать легально. В любом случае, если вы не работаете на сайте налоговой инспекции, можно поставить галочку и сделать себя неактивным. Тогда сдавать декларации и платить налоги просто не нужно. В Грузии это очень удобно, очень просто вообще сделать. Работаешь, платишь, не работаешь, ничего не платишь. Открыть счет в грузинском банке просто. Но нужно понимать, что бывают случаи, когда люди получают отказы. При открытии счета у вас спрашивают цель открытия счета, примерные обороты, которые вы по нему планируете и другие детали. После этого служба безопасности банка оценивает полученную информацию, и если иностранец не вызывает подозрений, ему открывают расчетный счет. Крупнейшие банки в Грузии это Банков Джорджия, Национальный государственный банк, и Банк ТБС. Более подробную информацию о снятии денег, переводе средств с другой стороны в Грузию и других денежных деталях можно посмотреть в видео, как провести деньги в Грузию. В связи с текущей ситуацией, значительные изменения, особенно для жителей России, Украины и Беларуси, они уже произошли. Но часть систем, которые там описаны, как-то еще работают. Это полезная информация. Как правило, при создании видео я стараюсь учитывать тот факт, чтобы у него сохранилась актуальность на протяжении долгого времени. Естественно, события, происходящие сейчас, я предусмотреть не могу и не мог. В качестве дополнения можно также рассмотреть перевод денег через приложение Binance. Binance это китайская торговая площадка, зарегистрированная в Швейцарии с 2017 года. Кроме криптовалютных операций, там есть возможность обменять и обычные валюты, рубли, гривны, доллары и все остальное. Принцип работы биржи построен на сведении прямых предложений на покупку и продажу между физическими лицами, минуя банки. Реферальную ссылку на Binance вы можете найти тоже под видео. По поводу здоровья. Если случится заболеть в Батуми, то нужно знать, где и какие больницы работают. Крупнейшие больницы и медицинские центры в Батуми это Новая Республиканская больница по адресу улица Джавахишвили, дом 2, университетский госпиталь на Багратионе, точный адрес улица Фридона Халваши, 237, и реферальный госпиталь на пересечении улиц Багратионе и Аллеи Героев. Для негражданина Грузии прием и лечение во всех больницах и медицинских центрах платные. В среднем прием стоит 50-60 лари. Если есть страх заболеть и потратить много денег или просто сомневаетесь в собственном здоровье, имеет смысл оформить страховой медицинский полис. Для человека среднего возраста 35-40 лет он стоит около 300 долларов в год. Для более молодых дешевле, а чем старше, естественно, тем дороже. Платить можно ежемесячными платежами в размере около 30 долларов. Я мало знаю о рынке страхования Грузии, однако одна из самых крупнейших страховых компаний это Арди. Их полисом я пользовался, но страховой случай, слава богу, так и не наступил. Если вы обладаете более подробной информацией о страховках здоровья, можно дополнить информацию в комментариях к этому видео. Очень важный вопрос. Отношение к русским, белорусам и украинцам в Грузии в данный момент. Это один из самых частых вопросов, которые я получаю всегда и особенно в последние две недели. Не могу и не хочу отвечать в отношении Тбилиси, где перед парламентом происходит основная часть политических событий Грузии. Я живу в городе Батуми и мой ответ на этот вопрос на 100% субъективный. Если сформулировать максимально просто, то несмотря на все, что написано в интернетах, на фейсбук, вконтакте и где-то еще, ни я, ни кто-то из моих близких в городе Батуми и за его пределами на территории Грузии никогда, за то время пока я здесь живу, не подвергался преследованию по национальному признаку. Это не происходило в течение четырех лет и это не происходит в последние две недели. От слова совсем ни одного случая лично я не зафиксировал. И мне никто из моих друзей, знакомых и близких ни разу за это время не написал. И не сообщил ничего подобного. В данный момент любой информационный ресурс, занимающийся производством новостей, с большой готовностью подхватывает каждый жареный факт и не проверяя информацию, увлеченно публикует. Иногда это делается намеренно, иногда неосознанно, иногда ради увеличения популярности. Кроме того, существует ряд ресурсов, заточенных на производство изначально недостоверной информации. Цель таких новостей – запугать, разозлить и спровоцировать человека на определенные действия. Но совсем без новостей нельзя. Поэтому я использую всего два сайта. Первый ресурс называется gov.g – это официальный сайт правительства Грузии. Второй называется police.g – это официальный сайт МВД Грузии. Все имеющие реальную фактическую ценность новости, исходя из которых можно принимать какие-то решения, делать собственные выводы и совершать действия, на них отражаются сухим официальным языком. Они оба имеют англоязычную версию, и даже если вы не владеете английским языком, текст очень легко переводится при помощи Google-переводчика. Все остальные информационные ресурсы в данный момент для меня лично. Они бесполезны. Более того, именно эти два сайта используются в качестве первоисточников для формирования всех настоящих новостей в Грузии, о Грузии, ну что совершенно логично. То есть эти сайты являются первоисточником. Для более детального знакомства с Батуми можно посмотреть и другие, конечно, видео на моем канале, и на других каналах блогеров. Они отвечают на еще большее количество вопросов о городе. Большое спасибо за внимание. До встречи на море! Субтитры создавал DimaTorzok